Да, мы не можем ничего получить от жизни хорошего, если засеваем свой разум тоской, унынием, страхом, беспокойством, злостью, обидами, тревожными предчувствиями и неверием в лучшее. Но зачем же мы это делаем? Не специально же. Дело в том, что чаще всего мы управляем своим подсознанием, чаще всего бессознательно. То есть все эти непрошенные, негативные, вредные, пессимистические, нежелательные мысли и чувства приходят к нам как бы помимо нашей воли. И человек порой не понимает, что всё плохое в жизни сотворил он сам. И он думает, что это вот всё с ним сделал кто-то другой. Или же думает иначе, что эта жизнь его довела, и в глубине души он чувствует себя жертвой. Никто из нас не жертва. Более того, мы все хозяева своей жизни. Но, к сожалению, не все понимают это. И если вы всё же хотите быть хозяином своей судьбы, тогда обязательно досмотрите это видео до конца. Воспользуйтесь советами и меняйте свою жизнь к лучшему. Мы же помним, что наше подсознание пассивно и не критично. Оно ведь как плодородная почва, оно не способно критично мыслить. Почва не может разбираться, хорошее или плохое семя в неё посадили. Но мы с вами не можем допустить, чтобы взрастали плохие семена. И для этого мы должны разобраться, как они попали в эту почву. И понять и осознать, что в эту почву мы их сами туда же и положили. И важно понимать и осознавать, что всё хорошее и плохое в вашей жизни мы создали собственными мыслями. Выполните такое упражнение. Подумайте о какой-нибудь ситуации в вашей жизни, которая вам не нравится и которую бы вы хотели изменить в своей жизни. Например, вас не устраивает ваша работа или же не устраивает ваша личная жизнь. Вспомните, каким образом вы пришли к этой ситуации. Проанализируйте весь ваш путь с самого начала и до конца. И самое главное, будьте честны с собой. Дойдите в ваших воспоминаниях до той отправной точки, когда вы ещё не сделали ни одного шага в направлении будущей нежелательной ситуации. Тогда у вас были возможности выбора. Вы решили, каким путём идти дальше. Почему вы выбрали именно тот путь, который привёл к нынешней ситуации. Ваш разум может подкинуть вам ответы такого рода. У меня не было другого выбора, и я ничего не мог поделать. Я вынужден был поступить так, а не иначе. Обстоятельства или другие люди меня заставили. Но ведь подобные слова и мысли – это тоже результат вашего выбора. Вы выбрали считать так. Например, задали себе правильные вопросы. А что, если я поступлю иначе? А что, если сделать что-то по-своему, как я хочу? Пусть это будет даже вопреки обстоятельствам и воле других людей. А что, если я не послушаюсь тех, кто меня заставляет и диктует свои правила? А что, если я приму совсем другое решение? Не корите себя за то, что в решающий момент вы не задали себе этих вопросов и не попробовали найти другие, более благоприятные для себя варианты выбора. Как могли бы разворачиваться события дальше? Например, представьте, что вы отказались от той работы, которой сейчас недовольна, и нашли другую, более подходящую вам. Или выбрали такого спутника жизни, с которым сейчас были бы счастливы. Теперь спросите себя, что помешало вам тогда сделать этот лучший выбор? Вы придете к выводу, что помешали вам ваши мысли, суждения, мнения о себе, о других, о жизни в целом, ваши жизненные установки. Может быть, вы думали, что недостойны лучшего, что это не для вас. Может быть, вы были настроены на неудачу. А что было бы, если бы вы верили в себя и были настроены на удачу? Наверняка события разворачивались бы более благоприятным образом. Скажите себе, лучше поздно, чем никогда. Вы можете прямо сейчас настроиться на удачу и веру, и изменить к лучшему то в вашей жизни, что нуждается в исправлении. Подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новое видео на моем канале. Делитесь этим видео в социальных сетях. С братом, с ватом и друзьями. С вами была Елена Макавенко. Пока-пока.